Краевые спасатели готовы к борьбе с паводками. Для этого у них есть самая разнообразная техника, но среди нее есть поистине универсальные образцы. К примеру, этот автомобиль. Он оборудован жилым модулем. Здесь автономно могут находиться оперативники несколько дней, внутри спальные места и все, что необходимо в быту. В кузове уже оборудование для работы. Это генераторы, мотоблоки, стальные тросы, баллоны с сжатым воздухом. В общем, все то, что нужно для того, чтобы спасать людей. С другой стороны, машина оборудована всем необходимым для спасательных действий на воде. Здесь мотобур, надувная лодка, спасательные жилеты. Есть даже палатка, где временно можно разместить спасенных людей. Мы всегда рассчитываем на негативный сценарий. Сегодня можем сказать, что по негативному сценарию в зону возможного подтопления может попасть 62 населенных пункта, 28 муниципальных образованиях. Это 23 муниципальных района и 5 городов. Где-то порядка 25 тысяч человек может оказаться в зоне подтопления. Из них 21 тысяча человек может подлежать отселению. Готовность сотрудников и техники сегодня проверяли руководители краевого управления МЧС и члены регионального правительства. Кроме машин, оборудованных на все случаи жизни, на вооружении спасателей есть и беспилотники. С их помощью можно отслеживать движение льда, а когда он скроется, оценивать с высоты масштабы разлива рек. По температуре от минус 30 до плюс 30. Самолетного типа. Самолетного типа нужна площадка для взлета? Да, да. Этот не с руки, у него надо что-то. 100 метров на площадке, потому что он такая рогатка, растягиваешь его и запускаешь. Пока что спасатели еще не перешли на весенний режим работы, когда обычно расконсервируют водную технику и больше полагаются на вездеходные грузовики и УАЗы. Но уже через несколько недель катера и лодки станут основным видом транспорта. А это судно особого назначения. Используется оно не для спасения людей или предотвращения несчастных случаев на воде. Скорее, это такой мобильный штаб. Он оборудован мощной спутниковой антенной, которая позволяет ему постоянно находиться на связи с Красноярском. К тому же на борт можно погрузить дополнительное оборудование. Чаще всего этот катер направляют на север нашего региона, где возможности его электронной начинки бывают наиболее востребованы. Вполне возможно поселок Ярцево на севере Несейского района или поселок Ворогово в Таруханском районе. Как возможные точки, где может провиться так или иначе паводок. Зима была теплая, малоснежная. И, кстати, толщина льда на многих реках на 15-20 см ниже, чем в обычную зиму, холодную зиму. И вообще прогноз наступления паводка на 4-6 дней раньше, чем это происходит в обычный город. Уже в начале апреля первые оперативные группы отправятся на юг края следить за паводковой обстановкой там. Они будут координировать работу местных властей и в случае необходимости могут вызвать дополнительные силы. Сергей Сеславин, Алексей Гусев. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok